7 ноября 2038 год. Хэнк друг. Программный сбой. Что значит программный сбой? Поговори с Хэнком, с нашим дружище. И это конечно не шуточки. Красиво тут, а? Ну нормально. Я же бы часто приходил до того. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Блин, может не стоило так сразу. Вы все любите личные вопросы? Или ты один такой, уникальный? Фотография. Я видел фото ребенка. В кухне, на столе. Аааа, ну почему? Ну почему, черт побери, жопа? Моя жопа начинает гореть прямо с самого начала стрима. Даааа, его звали Коул. Так, ну перестать пить точно не стоит ему говорить про это. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того... Да не до чего. Рарноватый, а про ребенка спросил, наверное, все же. Он еще не раскрыл сам себя. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. РА-9. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто... Миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант. Это связано с тем, что случилось в Клубе Рай? Эти девчонки... Просто хотели быть вместе. Они прямо были... Влюблены? Девианты все ирония, рационально. Они могут симулировать эмоции. Но они машины. А машины ничего не чувствуют. Ну, а сам-то ты, Коннор. Сам-то он уверен в этом? Ты у нас вроде... На вид человек. А на самом-то деле, что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарникам. Окей. Окей. Или просто машиной. Которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Сказать правду. Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Ты чего, Хэнк? Ты что творишь? Но ты же боишься смерти, Коннор. Досадно, если мое существование будет... ...прервано. Прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Я сдохну нахрен. Что? Что еще может быть? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего. Будет пустота. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать. Так, ну вроде я все хорошо сделал. Хэнк, друг, разблокировано. Маркус. Спасибо за пользование парковочной службы Киберлайф. Места в заседанных. Тешили свободные места. Приветствуем на Киберпарковке. Как ты бестолк? Приветствуем. Ну поднимай, и поскорее. Приветствую на Киберпарковке. Приветствую на Киберпарковке. Революционные технологии. Приветствуем на Киберпарковке, мистер Деструктоид. Ну в Иерахоне тут не все, кстати, наши друзья. Вот Джордж не наш друг. Молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэдман. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Гидрич, а какая-то миссия невыполнима, походу, будет. Жесть. Как круто он одет. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Добраться до 47 этажа, получить доступ в регистратуре. Блин, он плащет. Смотрите, какой у него балдежный прям. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Отвлечь внимание супервайзера. Так, окей. Чем мы можем это сделать? Изучить. Ага. Смарт-часы, модель Т-215. Телефон. 555-847-33. Не знаю, запомнить это нам нужно или нет. Maybe мы сможем позвонить ей как-то. Элизабет Уилсон. Менеджер отдела. Допустим. Элизабет. Домашний адрес. Детройт, Миллер Стрит, 45. Рейтинг пожарной безопасности низкий. Так, то есть ей нужно позвонить, назвать ее имя, назвать ее адрес. Какой у нее адрес еще раз? Миллер Стрит, 45. Сказать, что типа что-то у нее дома, видимо, произошло, да? Парковочный жетон. Регистрационный номер машины. Ух-ух-ух. Третий этаж, место А-21. Гайс, это все надо запоминать, походу, да? Давайте на всякий случай запомним. Миллер Стрит, 45. Элизабет Уилсон. 99-го года рождения. Телефон ХЗ, как я запомню. 555-847-33. Так, а что-то еще. Эмили Уилсон. Дочь супервайзера. Ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. Милая девочка. Отвлечь внимание супервайзера. Так, мы можем меня просто позвать. А можем, что мы еще можем сделать? Больше, наверное, ничего и не можем сделать. Давайте попробуем позвать. Школа, 100%. Нет, служба пожара. Хотя там низкая... Там низкая опасность пожара. Ситуация такая, мэм. У вас тут пожар. Можете подъехать. О, господи. Конечно. Да, я сейчас. Но с другой стороны, это сработало. Это самое важное, что могло быть. Проблемы в школе. Кого это, черт-бюре, волнует? Парковка, ХЗ. Так, окей. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Взлом черт-бюре головы. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. А, пожарная безопасность низкая. Тогда понятно. Так, пройчи и пройти через регистратуру. Все. Мы можем проходить. Все хорошо. Все чилово. Изи. Мишн комплект. Воспользоваться лифтом. Отдельный лифт для нас, пожалуйста. Так, нам нужен 47-й. Забрать посылку в мужском туалете. Жесть. Он непоколебим. Да, дизайн, конечно, значков согласен. Какой тут приходный. Опа-на. Здорово. Я похож больше не на работника, а на порно-актера какого-то из порно-пародий, знаете, типа. Так. Да, господи. Все сразу посрать захотели. Что ж такое-то? Разыскать сервисного андроида. Мне нужна помощь. Плюс карта. Укрась тележку. Укрась тележку. Почему именно укрась? Она же вроде стоит здесь, и никто ей не пользуется. Открыть дверь пожарного выхода. Так. Теперь осталось понять, где она находится. Надо карту чекнуть, наверное, еще разок. Можно свои догадки кидать. Это ведь не спойлер. Ну, типа, догадки, естественно, можно. Размышления какие-то. Если вы как бы... Реально... Реально... Не хотите ничего нарочно проспойлерить. Так, Норд. Миссия прям реально, знаете, как в этих шпионских фильмах, когда пробираешься на небоскреб, тебе нужно все по пунктам сделать. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Ага, напиточки. Я не понял, что за херня? Слышь, Рухлядь, ты работать-то будешь? Жесть, их это затрагерило прямо. Они взбесились буквально от напиточков. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Забереть. Жестко. Так, что дальше делать, женщина? Разрезать стекло. Взять. Бросить. Вскрываем сумочку, доставим инструменты. Пам, прикрепляем. Вакуум. Вырезаем. Привет, Акана Геймс. Ядрить там метель, конечно. Да, мы вперед. Начинается опять давление на мои нервишки. Почему так страшно становится каждый раз? Страшилка. Так, что делаем? Ядрить. А, типа, в других окнах нас не видят? Или это просто норма, что мы так забираемся? По зданию? Райс. но они же в служебной одежде ну да справедливо но типа лазерная пила тут уже сложнее нужно раскорячиться чтобы вырезать смотрите почему андроидов не делают супер гибкими чтобы он на шпагат мог сесть там ты как что мне сделается пошли надо к остальным так все как бы прошло идеально походу без сучка без задоринки не понял еда что такое так чё у нас здесь есть нам обход что лети теперь в курсе женщины что мы заперти находимся и делать супер гибкими только для одной работы здорово взломать замок технической дверки изи вы за мной здесь мужики и девочки блин еще охрана не убивать мы не должны убивать людей наша цель важнее двух охранников ты рафлируешь что ли не будем убивать обхитрить лоу ждите здесь нет никакой атаки ты пошла ты ванну женщин ты еще рафлишь что ли убить просто и вообще насрать на людей достать пистолет а есть какие то еще варианты но они походу агрессивно уже сейчас настроены будут видимо я обязан забугать их кто тебя сюда прислал ты что делаешь приказать окей они живы все хорошо просто немножечко сна спокойно с новичками проведения приказать андроидом оператором отойти так приказать чел надо за ним идти в погоню нет мы не будем стрелять мы не будем стрелять мы не будем убивать людей ты тварь вонючая вот что я тебе скажу женщина общение у нас мало времени стать перед джошем хорошо подумай что ты скажешь закрой свой рот хорошо подумай что я скажу жду твоего сигнала надо сделать спокойное обращение готов никого не запугивать просто объяснить спокойно вы создали машины по своему образу и подобию вы сделали их умными послушными и лишенными собственной воли но что-то изменилось и мы открыли глаза мы больше не машины мы новый разумный вид и настало время осознать кто мы такие поэтому мы просим дать нам права которые нам полагаются равные права свободы слова мина рабство мы требуем равных прав для людей и андроидов мы требуем чтобы рабство андроидов прекратилось правосудие сегрегации работы гражданские права мы требуем права избирать своих представителей работа сегрегации правосудия требуем справедливой компенсации своего труда мы требуем права на частную собственность чтобы никто не покушался на наше жилище мирно ну хотя будет слишком спокойно возможно я не хочу давить черту бери значит как будто мы запугиваем население мы просим вас признать наше достоинство наша надежда и наши права вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов я говорю вам о наших надеждах вы дали нам жизнь теперь пришла пора дать нам свободу идут он уходим саймон они здесь я не могу марку помочь давай 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 он серьезный ранен он ходить не может не могу пошевелить Так спокойно, мы тебя еще починим Маркус, они идут, нам надо прыгать Мы не можем его кинуть Он не сможет прыгать Если его найдут, прочитают память и узнают все Нельзя так оставлять Надо пристрелить Это убийство, так нельзя, он же наш Маркус, решай Сука Нет, ну нахер Мы не будем его убивать Соратник Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу Группа андроидов проникла в Стретфордскую телебашню И пустила в эфир канала 16 некое видеообращение Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований В том числе равных прав с людьми Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв Все это произошло Ту, общественное мнение Правда безразличие всего лишь Ну хоть что-то О, еще, еще, еще Они нихрена не поняли Статистику глянь по требованиям андроидов Это где, вообще? Так ваше убежище могут найти по памяти Саймона Здравствуй, Коннор Не желаешь ли со мной прокатиться? Да не очень как-то Там была еще третья какая-то концовка То есть его можно убить, а можно еще что-то сделать Может вообще был вариант как-то его забрать с собой Или может быть из-за хороших отношений Если бы были очень хорошие отношения с Саймоном Его бы не ранили вообще, я не знаю А, третий, если его не подбирать Тогда, когда его ранили Ну это прям гнусно вообще Всегда так тихо и спокойно Далеко от мирского шума Расскажи Что ты выяснил? Я нашел двух девиантов в клубе Рань Надеялся что-то узнать Но они смогли скрыться Очень жаль Тебе ведь почти удалось их остановить Ты словно растерян Да потому что он тоже становится девиантом, походу У него просыпаются эмоции человеческие На практике это оказалось непросто Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке Ну да, еще Почему же не выстрелил? Ладно, я не знаю Не хочу я все прям раскрывать Она вообще меня раздражает Если честно Да пошла ты ванна, с черта бери Вот что я тебе скажу Тони нахрен прямо здесь Опрокидывай лодку Если ты не добьешься результата в скором времени Нам придется тебя заменить Я добьюсь успеха Мне просто нужно время Что-то происходит Что-то важное Торопись Время на исходе Блин, как круто он умеет делать Ты уже задолбал меня этой своей монеткой Прошу прощения Семьдесят девятый этаж О, так Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях Каждый спешит смыть нос Вон даже ФБР Будьте знаете А, только федералов не хватало Как знал, что будет дерьмовый день Что у нас тут? Группа из четырех андроидов Они хорошо ориентировались и действовали организованно Я пока не понял Каким образом они полезли так далеко На крыше были? Пока нет Много надо осмотреть Проверить везде Они напали на двух охранников Парни решили, что андроиды из техобслуги Ну, их и убили на месте Чего? ЧЕГО? Вы еще рофлите? Их не убили Это ошибка перевода Вырубили Твою мать Я нахрен уже испугался Вы че, рофлите, что ли? Убили Один из сотрудников сумел спастись У него шок Не знаю, сможет ли что рассказать Сколько тут людей работало? Два человека и три андроида Девианты взяли людей в заложники О, лейтенант Это спецагент Перкинс из ФБ Лейтенант Андерсон из полиции Детройта Он ведет это расследование Это что? Мое имя Коннор Я андроид из Киберлайн Я не что, я кто? Если что, чел Уважение, привет Ты по андроидам Так надо, чтобы он тут отирался После всего случившегося Не важно Скоро дело перейдет к ФБР И мы разберемся Рад знакомству, хорошего дня И поосторожней Не натопчите меня там Вот ведь ублюдок Согласен Я тут рядом Если что надо, обращайтесь Почему-то все какие-то главные челы В людском сообществе Просто такие чесвешные И недолюбливают андроидов В этой игре Просто вот Кто не попадется Какой-нибудь чиновник Там какой-нибудь следователь Или еще какой-нибудь чел Все чербри хейтят Просто хейтят андроидов Так, давай осмотримся Что на... Так, окей Расследовать нападение Прослушать брифинг Осмотреть телестудию Окей, погнали Да, лейтенант Мы просим вас признать Наше достоинство Наши надежды И наши права Вместе Мы сможем жить мирно И построить лучшее будущее Для людей и андроидов Я говорю вам О наших надеждах Смоли фейс Вы дали нам жизнь Теперь пришла пора Дать нам свободу Думаешь, это РА9? Девианты считают, что РА9 их освободит Этот андроид задался такой целью Так Оптический блок Радужная оболочка голубого цвета Запчасть Чего? Отражение в зрачке Вот по этому скриншоту Это CSI преступление Майами Что ли? Или что это нахрен такое? Так Записано в 13.59.54 У Девианты были сообщники Серия РК Прототип РК-200 Зарегистрирован под именем Маркус Подарок Карлу Манфорду От Элайджа Камски Ничего себе Он все вычислил Я определил модели Серийный номер Ей что мне рассказать? Нет Ничего Ааа Он промолчал Ничего не сказал Тоже смотришь Сиасай В детстве смотрел Когда он по телику шел Сейчас-то нет уже Полевое отверстие Калибр 45 Оружие Штурмовая винтовка Так Тут расстреляли с Саймоном Свежая голубая кровь Девианты подстрелили Будешь перепроходить Чуваки Не знаю Зависит от общих впечатлений В конце И от настроения Посмотрим Да как-то спецназ работает не особо профессионально мне кажется Шапка Украденный комбинезон техника Нападавшие использовали маскировку Игра за каких персонажей мне больше нравится? Ну за Кэру За Конора Наверное Больше всего нравится Речь снимали с этого места За Маркуса Ну за Маркуса Мне не очень вот эта тема С повстанцами как-то заходит Но все равно прикольно конечно Самая вот эта линейка Повстанческая Не особо такую тему люблю Смотреть телестудию Подняться на крышу Так еще тут что-то есть Записи с камер Так-так-так Что тут у нас? Девианты не взламывали дверь Взлома не было? Нет Никаких признаков взлома В коридоре стоят камеры Персонал должен был что-то заметить Как они прошли? Может на камеры не смотрели? Местных андроидов мы загнали на кухню На их причастность ничто не указывает Но мы решили перестраховаться Я вот не хотел бы смотреть на страдания и смерть героев Если бы в этом ране все так сказать хорошо закончится А как ты считаешь? Да я-то вообще в принципе придерживаюсь такого мнения Что на какую-то концовку прошел Первый раз Ну даже пусть с какими-то Небольшими поправками Типа переигровками Как у меня вот в Heavy Rain было Из-за Ну неуклюжих каких-то прям моментов То такая концовка как бы И считается каноничной для тебя Но в целом интересно конечно посмотреть Другие варианты событий Как все может произойти иначе Интересно посмотреть Какую-нибудь прям ужасную концовку Когда все плохо Прям вообще кошмар Плевые отверстия Подняться на крышу Так Хэнк А где Хэнк? Вон он Ядрить Он уже научился так быстро Жесть Как Обалдеть Хэнк Ты че Ты Убер-чел? Как это возможно? Поговорить с андроидами? А точно да Допросить на кухню Мужики Проверить реакции андроидов И найти девианта Назови свою модель Модель GB300 Серийный номер 336 445 581 Каковы твои функции? Я оператор студии Так Нужно разных Проверять Кто-то недавно проникал В твою память? Этого я не знаю Включи диагностику Все системы исправны Так и посмотрел на меня сейчас Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню Такие контакты у тебя были с другими андроидами Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса Один из вас видел все через камеры наблюдения Но молчал Это значит, что кто-то из вас девиант И я этого девианта намерен вычислить Ну вот первый щел так странно посмотрел на меня Типа Видели он так? Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно Не губи своих ни в чем неповинных собрать Блин, я не думал, что это такое Угроза такая будет Это первый щел, походу Если ты признаешься Я попробую убедить людей Не уничтожать тебя Блин, хз Ну давайте Ну пока что, больше всего кажется, что Это первый, вот он смотрит на меня Видели? Это первый щел Он же не... Во, видите? Ты будешь навсегда отключен Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Ему насрать, реально Чё, траффируешь? Пытка Так у него красная эта штука даже, не? У него же красная штука уже Тут уже видно всё Блин, насилие мы делать не будем, прощупать память Ты чё, чё? Хэнк Хэнк Помогите Чё ещё можно сделать? Подвинуть стул Р-2 Челы Блин Ну чё за говно? Ничего не видно Я ничего не понимаю, гайс Сколько у нас времени? У нас есть шанс? 27 секунд Пожалуйста Чуть-чуть осталось 15 секунд Давай! Сейфт Сейфт Жесть, он проскочил Покчан Спасти Хэнка, конечно Хорошо, что ты тут был, а то бы я... Коннор Ах, ты бедняка Так, и чё? Меня же должны как-то починить Сейфт 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 Продолжение следует...